Что же должно быть в зеленой аптеке садовода, любого любителя цветов, который хочет, чтобы его растения были здоровы и не имели никаких проблем с вредителями и болезнями. Всем привет, друзья! С вами Сергей и добро пожаловать на канал План Хелпер. В этом видео я вам покажу состав своей зеленой аптеки для растений и обязательно укажу те моменты, которые касаются использования препаратов не по инструкции или их очередности. То, чего вы ни на одной инструкции к препаратам не увидите. Итак, начнем по порядку. С левой стороны я разложил препараты, которые защищают от заболеваний растения, то есть это грибковые, бактериальные заболевания. И в этой части препаратов я начну свой обзор с такого препарата, как фундазол. Названия могут быть совершенно разные. Я вам показываю те названия, которые у меня есть, но обращаю внимание, что выбирайте препараты по составу. В данном случае здесь действующее вещество беномил 500 грамм на килограмм. Названия могут быть фундазол, фундазим, совершенно разные. Применяйте этот препарат на ваших комнатных растениях, можете на огурцах, на томатах или на совершенно любой рассаде, на геснериевых, которые часто поражаются мучнистой рассой. И нормы внесения здесь все указаны. Я использую для всех культур 2 грамм на 1 литр воды и использую 2-3 обработки с интервалом 5-7 дней. Этого достаточно. Кратность обработок, как указано, 3. В чем преимущество фундазола или фундазима? Его преимущество в том, что это системный фунгицид. То есть он впитывается в сок растения. И даже если вы польете грунт, а грунт я рекомендую поливать в своих роликах и сам это практикую. Так как вся фитофтора, она как правило поднимается с грунта и наверх по растению. В связи с этим пролив, например, препаратом фундазол, фундазим, все что содержит бенамил 500 грамм на килограмм, оно значительно ускорит выздоровление ваших растений. Следующий препарат, точнее группа, это биопрепараты. Я их использую всегда в комбинации с такими фундазолами, которые есть в моей зеленой аптечке. И на примере это препарат фитоагра. Они могут быть совершенно разные, у кого-то это фитоагра, у кого-то могут быть и триходермины и прочее. Но важно, чтобы в составе была триходерма и другие полезные бактерии, такие как бациллус субтилис. В данном случае вы четко видите в составе, что здесь есть бациллус субтилис. И данную группу препаратов я применяю после того, как обработал растение фундазолом. То есть вы прекрасно понимаете, что фундазол, да и любой химический препарат, он все-таки убирает все бактерии и полезные и плохие. И после того, как вы обработали данные растения препаратом фундазол, вы ожидаете еще хотя бы неделю. И после этого вносите препараты фитоагра или можете внести вот триходермин. Дермин. Триходерма, всем известная, очень хорошая добавка к вашему грунту, которая его в состоянии оздоровить. Однако, особенность применения вот триходерма, хоть и того же самого фитоагра, состоит в том, что приготавливаю я рабочий раствор заблаговременно. То есть это не значит, что если вот я поливаю сегодня растения, так я их за полчаса и размешал. Нет, я размешиваю как минимум за 12-24 часа до использования. В своем ролике с названием «Живая почва за неделю. Закваска для ваших растений» я вам показываю, как я делаю такую самую закваску из полезных микроорганизмов. И уже спустя 5-7 дней, при том, что вы правильно внесли во влажную подготовленную почву, ну все как написано по инструкции, через 5-7 дней вы уже увидите результат в виде такого белого красивого налета, который будет говорить о том, что ваша почва оздоравливается, а в грунте разрастается полезная микориза, которая является биологической защитой для ваших растений. Обратите внимание, что кроме фунгицидов я внес в свою зеленую аптечку, в данный обзор, 3 препарата. То есть это сульфат магния, это по сути аптечная магнезия, которая является и удобрением, и подкормкой, так как она содержит в своем составе 17% магния и 13,5% серы. Почему сульфат магния все-таки относится к зеленой аптечке садовода? Все связано с тем, что сульфат магния я применяю только в том случае, если у растений явные признаки хлороза, магниевого голодания, в ролике пиларгония заставляя листья зеленеть, я вам показывал все нормы внесения и всю процедуру обработки. Здесь останавливаться на этом не будем. А в ролике определения дефицита питания по внешнему виду растения мы рассматривали все признаки магниевого голодания и также второго голодания от дефицита железа. И в данном случае вот на этот вариант с дефицитом питания от железа я применяю хилат железа. И названия могут быть в данном случае у меня дачная сотка, совершенно не важно. Главное, чтобы было написано хилат железа, железо в хилатной форме, оно может быть в порошковом или в жидком виде. И концентрация данного препарата полграмм на 1 литр воды. Если это порошковый хилат железа, если же вы покупаете, например, мистер цвет антихлороз, который также я использую, то нормы такого жидкого уже хилатного удобрения 2 колпачка на 1 литр воды. В любом случае читайте инструкцию. Однако хилат железа в любом виде, который доступен в вашем регионе, в вашей зеленой аптечке, обязательно должен быть. Что касается профилактики, чего не всегда написано по инструкции и в хилате железа, и тем более в аптечной магнезии для растений, это периодичность профилактических обработок. И вот эта периодичность у меня составляет 1 раз в месяц. То есть хилатом железа или мистер цвет антихлороз я проливаю все свои растения раз в месяц. Особенно в зимний период, например, свои пиворгонии, которые находятся на зимовке, для предотвращения хлороза от дефицита магния, магнезии, я проливаю также раз в месяц, однако в половиной концентрации. Третья группа препаратов, которая связана все-таки с питанием, ну и с такими биостимуляторами, это эпин и циркон. Однако вот эти два препарата мы рассмотрим в самом конце данного ролика, так как по ним больше всего вопросов и больше всего нюансов. Пока откладываем их в сторону и переходим к средствам борьбы с вредителями. Для борьбы с вредителями в моей зеленой аптечке всегда 2-3, а то и больше, препаратов, которые совершенно основаны на разных действующих веществах. Все вы прекрасно знаете, если на ваших растениях завелся паутинный клей, что вам не помогут обычные инсектициды. Вам нужны или чистые акарициды, каким является вертимек. Это чистый акарицид, который действует именно от клещей. Внимание! Если, например, этим акарицидом, я уже пробовал на своей практике, точно вам скажу, вы обработаете растения, которые поражены мучнистым червецом, ничего мучнистому червецу от данного вертимека совершенно не случится. Он себя будет прекрасно чувствовать. А вот, если вы, например, обрабатываете от клещей всех видов, они точно погибнут от такой обработки. Что касается дозировок, все в инструкции в интернете. Вы найдете, останавливаться на этом не буду. Остановлюсь на нюансах борьбы именно с клещами и с такими вредителями, как белокрылка, мучнистый червец и щитовка. Щитовка – это родственник, по сути, мучнистого червеца. Вот для этих вредителей я всегда использую комбинации препаратов. В ролике «Белокрылка. Методы борьбы» я вам рассказывал, каким способом я победил белокрылку. Буквально за одну обработку. Необходимо сочетать препарат, например, «Актелик». «Актелик» в данном случае 2 мл. Концентрация 2 мл на литр воды. И данный «Актелик» я использую методом опрыскивания, а методом полива я сочетаю его с препаратом «Октарой». То есть «Октарой» поливаю 1,4 г на 2 литра воды или на 0,5 литра воды в зависимости от растения. Ролик с дозировками я прикрепляю в описании, там все посмотрите. «Актарой» при этом я поливаю единократно, а «Актеликом» опрыскиваю 3 раза с интервалом 5-7 дней. И в этом случае у таких вредителей, как белокрылка, у таких вредителей, как щитовка, мучнистый червец, не останется никаких шансов. Безусловно, если вы соблюдаете тщательность обработки, одно дело – хорошо опрыскать, а другой случай – это 3 раза пшикнуть на растение. Я уже всякое наблюдал, как обрабатывают растения. И именно от тщательности обработки и зависит ваш результат. Саму схему я вам рассказал. Дополнительно к борьбе от паутиного клеща, так как он очень быстро вырабатывает резистентность, в моем арсенале есть еще препарат «Санмайт». У «Санмайт» совершенно другое действующее вещество. Это передобиен 200 грамм на килограмм. «Санмайт» – это довольно сильный препарат, который следует использовать или на открытом воздухе, или, если вы применяете его в закрытых помещениях, то, пожалуйста, не используйте опрыскиватели, которые очень сильно рассеивают его на окружающие предметы. Можно использовать и «Актелик», и «Санмайт». Однако в этом случае уходите из помещения после обработки на несколько часов, проветривайте помещение, а если у вас есть отдельное помещение, то проводите обработку там. Как альтернативу «Октаре», которую я также проверял и получил хорошие результаты, в моей зеленой аптечке есть еще такие таблетки. Они называются «Меледи». По сути, они на «Имидоакваприде» основаны, и в них есть еще макроэлементы, которые являются подкормкой для ваших растений. По сути, это такие таблетки, которые я делю на две части в зависимости от объема вазона, и просто закапываю их в землю, или могу добавлять, например, при посадке своих растений сразу в грунт. Период защитного действия, конкретно от данной формы, внесение он от 4 до 6 месяцев, при том, что вы, конечно же, следите, чтобы не появился паутинный клещ. Если паутинный клещ на ваших растениях появился, то ни препарат «Октара», ни препарат «Меледи» вам не помогут. Применяйте только и только акарициды, или инсектицид, с сильным акарицидным эффектом, каким является «Октилик». И вот, друзья, подбираемся мы к самому интересному и к самым неоднозначным препаратам, которые в моей аптечке есть. Однако, применяю я их совсем не по инструкции, точнее, в инструкции это указано. Однако, больше 90% зрителей и вопросов, которые я получаю, свидетельствуют о том, что применяются эти препараты совершенно не так, как необходимо. И в этом видео кратко об этом поговорим. Итак, что касается препаратов «Эпин» и «Циркон». Да, это препараты-антистрессанты. Однако, друзья мои, кто из вас задумался, откуда это название «Эпин», что это за слово такое, откуда оно произошло? Если кто-то и задумывался об этом, то очень хорошо. Все антистрессовые препараты, будто «Эпин» или «Циркон», они основаны на том, что они лучше перемещают гормоны роста и питательные вещества по растению. Поэтому первое, что вам необходимо знать, это применять «Эпин» и «Циркон» до наступления стресса, а не после. Все нормы данных препаратов, они указаны на самих упаковках. Здесь я останавливаться на этом не буду. Расскажу лишь то, что по инструкции никак не написано. Применять эти препараты стоит до наступления стресса, а не после. И связано это с тем, что действие этих препаратов в основном основано на транспортах ауксинов. А ауксины транспортируются благодаря так называемым «пин-белкам». Поэтому, друзья, препарат называется «Эпин», потому что «пин-белки», вот эти «пины», они транспортируют ауксин по растению, тем самым усиливая его. И вот если растение оказалось уже в состоянии стресса, так осознайте, пожалуйста, что ауксинов становится меньше, и сколько эпина вы туда не бахнете, транспортировать ауксин он лучше не станет, так как ауксинов, в принципе, недостача. Поэтому, если вы хотите усилить ваше растение, применяйте тогда, когда гормональный фон и всё питание у вашего растения ещё хорошее. И тогда обменные процессы питания тканей у растений улучшатся. Если же нет уже у растения ауксинов, так транспортировать нечего. Запомните это, пожалуйста. Если нечего транспортировать, то и применять эпин нет совершенно никакого смысла. Абсолютно то же самое касается и удобрений. Если ваши растения болеют, то не стоит злоупотреблять и применять повышенную дозу удобрений. Если проблемы с корнями, решите сначала проблему с корнями, проблему с освещением, если это связано. И лишь потом применяйте такие препараты, как минеральные удобрения, стимуляторы роста и тем более эпин и циркон. Единственное небольшое, скажем так, исключение, когда всё-таки применение эпина и циркона обусловлено после наступления стресса, это, например, обработка растений во время засухи. Безусловно, гораздо лучше, если вы обработаете эпином и цирконом до наступления засухи или пока растение ещё не потеряло запасы воды, которые имеет. В таком случае растение успеет напитаться благодаря лучшему транспорту питательных веществ из-за применения эпина и циркона и выживаемость данных растений, вынашивание завязей, выращивание плодов, оно значительно усилится. Но если вы примените всё-таки и после засухи, то есть, когда растение уже потеряло некоторые объёмы воды, в этом случае эпина и циркона, да, они способны несколько улучшить ситуацию, так как, например, при подаче небольшого объёма воды они лучше усвоят эту самую воду. Конечно же, если ваши растения здоровы, если растения находятся в каких-то неподходящих условиях, то, ещё раз повторяю, эпина и циркон эти условия никак не способны улучшить. Условия зависят от вас и всё в ваших руках. Почему важно освещение и как работают вообще укоренители, там основанные на гормонах роста, я вам рассказывал в своём ролике «Мой укоренитель». Как получить стопроцентный результат укоренения и какие параметры, например, освещения стоят на моём стеллаже, который разделён по этажам, этажей вегетации, этажей укоренения и так далее. Посмотрите этот ролик, кто не видел, вы почерпнёте там массу полезной информации и перестанете переводить свой бюджет, который вы тратите на покупку препаратов из-за того, что данные препараты вы применяете неправильно и результата, соответственно, на своих растениях вы должного не видите. Очень кратко прошлись по моей зелёной аптечке. Если у кого-то остались вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Всё охватить в одном ролике просто невозможно. Это, конечно же, не все препараты, поэтому делитесь своим опытом, экспериментируйте с комбинациями препаратов, так как я вам показал на примере обработки от мучнистого червеца, от щитовки. Всего вам самого хорошего и лучшего, друзья. Подписывайтесь на канал. Успехов во всех начинаниях. До новых скорых встреч, друзья. И всем пока.